Летные исследования Следует четко различать летные исследования и летные испытания Испытания призваны в первую очередь подтвердить те летные данные, которые закладывались в машину на этапе проектирования Летные исследования — это во многом шаг в неизвестное На заре авиации фактически каждый полет был исследовательским Изучалась сама возможность летать Лишь со временем задумались о скорости, дальности и других параметрах полета Конечно, по мере развития авиации неисследованных областей становилось все меньше и меньше А часть экспериментов и опытов стала возможным проводить на Земле Но все равно краеугольным камнем в получении новых знаний зачастую являлся и является летный эксперимент Обычно для летных исследований привлекают специальные летательные аппараты Это могут быть как серийные машины, переоборудованные соответствующим образом, так и вновь созданные К таковым относятся экспериментальные летательные аппараты Как правило, они строятся в единичных экземплярах Характерным примером таких аппаратов являются американские машины серии X Появилась эта серия с началом реактивной эры Одной из задач стало изучение поведения машины на околозвуковых и сверхзвуковых скоростях полета Первый в этой цепочке самолет X-1 фирмы Bell В воздух машина поднималась под брюхом бомбардировщика B-29 На заданной высоте самолет отделялся и летчик запускал двигатель Главным образом X-1 известен тем, что впервые в мире преодолел звуковой барьер 14 октября 1947 года Чак Йегер разогнал машину до скорости 1126 км в час И достиг числа Маха 1,06 В конце 40-х и в начале 50-х было построено еще несколько машин серии X Среди них X-4 Самолет использовался для изучения стреловидного крыла X-5 имел крыло с изменяемой стреловидностью Практическое применение подобная схема получила лишь спустя 20 лет Это к вопросу о том, что подобные машины используют и для опережающих исследований Необходимо упомянуть и экспериментальный самолет X-2 В 1956 году на нем достигли тройной скорости звука Понятно, что летными исследованиями занимались не только американцы Экспериментальные машины были и в других странах В том числе и в Советском Союзе С 1946 по 1951 год в СССР проходил испытание экспериментальный самолет 346 Машина была немецкой и досталась Советскому Союзу в качестве трофея Причем из Германии вывезли не только чертежи и оснастку, но и немецких специалистов Основной объем летных испытаний также проводил немецкий летчик Вольфганг Цизе Самолет 346 имел стреловидное крыло Для того времени прогрессивное решение В воздух машину поднимал самолет-носитель Посадка производилась на выдвижную лыжу Пилот управлял самолетом лежа Это позволило отказаться от выступающего фонаря кабины И сделать носовую часть более обтекаемой В аварийной ситуации кабина вместе с летчиком отделялась от аппарата Через несколько секунд он катапультировался из нее По расчетам немецких специалистов Максимальная скорость самолета 346 должна была составлять два маха На практике все оказалось не так радужно Исследования в аэродинамической трубе ЦАГИ Показали, что у машины возникают серьезные проблемы с управляемостью На скоростях, близких к скорости звука Совсем скоро это подтвердилось в одном из полетов Самолет вышел за предписанные ограничения и разбился Вольфгангу Цизе удалось катапультироваться На этом история самолета 346 закончилась Проблемы, связанные с полетом на околозвуковых скоростях Исследовали и на других экспериментальных машинах Так под руководством конструктора Павла Цибина Спроектировали самолет ЛЛ ЛЛ расшифровывается как «летающая лаборатория» Машину построили в двух экземплярах С прямым крылом и с крылом обратной стреловидности Еще одним исследовательским аппаратом являлся самолет «Пять» Его разработали в коллективе Матуса Бисновата Расчеты показывали, что «пятерка» могла разогнаться до сверхзвуковой скорости На деле же она испытывалась только как планер Двигатель на нее так и не установили Но, безусловно, определенные результаты были получены Что касается сверхзвукового полета То в Советском Союзе его впервые выполнили на ЛА-176 Эту экспериментальную машину с турбореактивным двигателем Создали в ОКБ Семена Лавочкина 26 декабря 1948 года Летчик-испытатель Олег Соколовский Переведя машину в пикирование Развил скорость 1105 км в час Это соответствовало числу МАХа 1,02 Внедрение в авиацию реактивных двигателей потребовало исследований По самым разным направлениям В том числе и в области дозвуковых скоростей полета В 45-м году в ОКБ «Микояна» построили МиГ-8 И хотя самолет был поршневой Часть работ проводилась в интересах будущих реактивных машин Самолет создавался в инициативном порядке Главная задача – это отработка и изучение аэродинамической схемы «Утка» В части управляемости и устойчивости А также изучение работы крыла большой стреловидности Проектные работы начались в феврале 45-го года Еще до окончания войны Непосредственно работами руководил начальник бригады проектов Николай Захарович Матюк Разработку компоновки и общего вида самолета Выполняли конструкторы Николай Иванович Андрианов и Константин Владимирович Пеленберг Для МиГ-8 выбрали так называемую схему «Утка» При обычной схеме горизонтальное оперение находится позади крыла При схеме «Утка» – впереди Подобный подход позволяет рассчитывать на получение более высоких несущих свойств И более высокого аэродинамического качества В Советском Союзе первым самолетом подобной компоновки стал именно МиГ-8 На машине установили стреловидное крыло Опять же это было сделано в СССР впервые Самолет получился очень оригинальной конструкцией Кабина была полностью закрыта В ней располагалось три человека, пилоты и два пассажира Имела хорошее остекление и прекрасный обзор вперед и в стороны Самолет имел стреловидное крыло в 20 градусов Оно было тоже цельнодеревянное Стреловая остановка состояла из двигателя М11ФМ мощностью 110 лошадиных сил И приводила в вращение, толкающий воздушный винт диабетром 2,35 метра 13 августа 1945 года летчик-испытатель Александр Жуков Выполнил на МиГ-8 первый полет Дальнейшие испытания проводил Алексей Гринчик Как мы уже отметили, самолет был поршневой Но в отличие от большинства других поршневых машин Которые имели винты и тянущие У МиГ-8 он был толкающий Это позволило проверить управляемость самолета на малых скоростях При отсутствии обдува крыла винтом Условно говоря, толкающий винт имитировал реактивный двигатель Полученные результаты использовали при проектировании реактивных истребителей Еще одна особенность МиГ-8 — трехстоечное шасси с носовым колесом Впоследствии это также будет неотъемлемым атрибутом реактивной авиации Одной из тем исследований стало поведение самолета на больших углах атаки Как известно, при достижении критического угла атаки На крыле происходит срыв воздушного потока Это приводит к резкому падению подъемной силы И самолет может свалиться в штопор Так вот, при схеме «Утка» Срыв потока происходит сначала на переднем горизонтальном оперении Из-за чего самолет опускает нос и срыва потока на крыле не происходит Для визуализации процесса крыло и горизонтальное оперение Во время испытаний обклеивали шелковинками Обратите внимание При нормальном обтекании шелковинки достаточно стабильны Когда происходит срыв потока, шелковинки ведут себя хаотично При выбирании летчиком ручки управления на себя и потере скорости Срыв потока происходил прежде всего с горизонтального оперения В результате чего самолет самопроизвольно опускал нос И возвращался в область нормальных углов атаки Испытания показали, что самолет типа «Утка» при больших углах атаки Безопасен от срыва штопа По результатам испытаний было рекомендовано продолжать изучение этой схемы «Утка» Но главная его заслуга – то, что на нем впервые начали отрабатывать элементы присущей реактивной авиации То есть это трехколесное шасси с передней опорой Стреловидное крыло То есть изучали его в невозмущенном потоке В КБ это был первый чисто экспериментальный самолет По некоторым данным, после успешного завершения программы испытаний МиГ-8 предложили аэрофлоту Самолет можно было использовать как легкий пассажирский Один летчик и два пассажира Но аэрофлот от него отказался А единственная построенная машина Долгое время использовалась в ОКБ «Микояна» в качестве связной В схеме «Утка» «Микояновцы» вернулись в 80-е годы Подобную компоновку выбрали для прототипа истребителя пятого поколения Впрочем, эта машина тоже осталась в единственном экземпляре Но это уже совсем другая история С переходом авиации на реактивную тягу Наметилась тенденция к резкому увеличению скорости полета Но, как показали исследования Сделать это только с помощью реактивного двигателя Было крайне затруднительно Поэтому во всех развитых авиационных державах Шел интенсивный поиск новых форм самолетов Экспериментальные машины служили тому хорошим подспорьем Причем, если часть из них строилась для исследования проблем общего характера То другие проектировались в интересах создания конкретных летательных аппаратов В частности, к таким экспериментальным самолетам Относятся самолеты-аналоги Как правило, аналоги строят для машин большой размерности Спроектированных по принципиально новой схеме Размеры аналогов существенно меньше оригиналов Полеты на них позволяют получить достаточно точные данные И при этом сэкономить время и средства В 1947 году в Великобритании начались работы По созданию реактивных стратегических бомбардировщиков Так называемой «Серии В» В рамках этой программы спроектировали три машины Одной из них стал бомбардировщик «Вулкан» фирмы «Авро» Для этого самолета выбрали схему без хвостка То есть у машины не было горизонтального оперения Такая схема имеет свои минусы и плюсы Главное преимущество — снижается аэродинамическое сопротивление самолета И повышается его аэродинамическое качество Для отработки тем англичане построили пилотируемые летающие модели По аэродинамике они были подобны будущему бомбардировщику А по размерам — в три раза меньше Аналоги «Вулкана» получили обозначение «Авро-707» Всего выпустили пять мини-вулканов, которые несколько отличались друг от друга В целом испытания прошли успешно и подтвердили правильность такого подхода Любопытный факт Ведущим летчиком-испытателем по теме «Вулкан» являлся Роланд Фальк Он был известен еще и тем, что летал исключительно в пиджаке, брюках, белой рубашке и галстуке Настоящий английский джентльмен В конце 50-х годов на повестке дня встал вопрос о создании сверхзвуковых пассажирских самолетов Через 10 лет такие машины были построены Это советский Ту-144 и англо-французский «Конкорд» Их крейсерская скорость в два раза превышала скорость звука Лайнеры имели уже знакомую нам схему «безхвостка» И так называемое «оживальное крыло» Такая форма крыла отличается плавным изменением стреловидности по передней кромке Оживальное крыло вкупе с другими новшествами позволяет получить хорошие характеристики Как на малых, так и на больших скоростях полета Схожи советская и европейская программы были и в другом Отработку новых решений и прежде всего крыла проводили на самолетах-аналогах Первыми к исследованиям по теме сверхзвуковых авиалайнеров приступили англичане Для начала они построили экспериментальный самолет Хендли Пэйдж-115 Машина имела треугольное крыло необычно большой стреловидности Аналогом она не являлась Основным назначением самолета было исследование взлетно-посадочных режимов будущих сверхзвуковых лайнеров По этой причине даже шасси не стали делать убирающимся Следующим шагом на пути к Конкорду стал самолет-аналог БАК-221 Его создали в 1964 году на базе экспериментальной машины Дельта-2 При этом треугольное крыло заменили на оживальное Самолет-аналог БАК-221 унаследовал от предшественника отклоняемую носовую часть Впоследствии это оригинальное техническое решение будет реализовано и на Конкорде и на Ту-144 Отклоненная вниз носовая часть обеспечивает хороший обзор на взлете, при посадке и на рулении В СССР к разработке сверхзвукового пассажирского самолета приступили несколько позже, чем в Европе Советский самолет-аналог появился в 1968 году Естественно, начинать строительство самолета с нуля И достаточно большого самолета представлялось неоптимальным В связи с этим Туполев обратился к Артему Ивановичу Микояну С просьбой, не мог ли он на базе какого-нибудь серийного самолета Построить самолет-аналог Но крыло, конечно, при этом было абсолютно ново Артем Иванович согласился Машину построили на базе истребителя МиГ-21 Он получил официальное обозначение МиГ-21И Литера И по одной из версий означала имитатор Впрочем, чаще самолет называли просто аналог Прежде всего аналог был нужен для отработки нового крыла и системы управления Поскольку для советской авиапромышленности это был первый реактивный самолет такой компоновки Для наглядности сравним МиГ-21 и аналог При этом напомним, что у схемы без хвостка отсутствует горизонтальное оперение У МиГ-21 горизонтальное оперение есть Оно цельноповоротное и выполняет функцию руля высоты Для управления по крену на крыле имеются элероны У аналога вместо элеронов на крыле установили элевоны Элевоны выполняют функции как руля высоты, так и элеронов Летным исследованием на аналоге предшествовала обширная программа наземных работ Был создан стенд с натурной системой управления Впервые самолет поднялся в воздух 18 апреля 1968 года Пилотировал машину летчик-испытатель Олег Гудков Всего к началу летных испытаний Ту-144 На аналоге выполнили 65 полетов Летно-исследовательский институт проводил все летные исследования Этого самолета с отработкой систем управления Их доводкой и с оценкой летчиками-испытателями Особенности самолета Безусловно, было сэкономлено и средства, и время А самое главное, технический рез был меньше То есть была большая поверенность программ Очень сложный был вопрос прохода скорости звука Потому что при проходе скорости звука Меняется характеристики устойчивости Управляемости в соответствии с аэродинамикой самолета Вот комплексная такая летная оценка Позволила доработать систему управления Мы изучили особенности взлета и посадки Отработали характеристики геометрии самолета И поняли проблемы обеспечения безопасности На испытаниях аналог показал хорошую управляемость Да и в целом полеты проходили вполне нормально Новое крыло обеспечило самолету Отличные взлетно-посадочные характеристики Например, посадочная скорость аналога По сравнению с МиГ-21 Была на 100 км в час меньше А чем меньше скорость Тем безопаснее посадка И короче дистанция пробега К полетам на аналоге Привлекли летчиков ОКБ Туполева Эдуарда Еляна и Михаила Козлова Именно они 31 декабря 68 года Совершили первый полет на сверхзвуковом пассажирском лайнере В том полете Ту-144 летел в сопровождении своего аналога С началом испытаний Ту-144 полеты на аналоге не прекратились Был построен второй летный экземпляр машины Причем исследования шли не только в интересах 144-го Но и для накопления опыта по самолетам подобной компоновки Рассматривалась даже возможность создания боевого самолета С оживальным крылом по схеме без хвостка В истории аналога был и трагический случай 28 июля 70-го года летчик-испытатель Виктор Константинов Выполнял на первом экземпляре машины очередной полет Очередной он был для самолета А для летчика первый на этом типе В то время Константинов готовился к показательным выступлениям На международной авиационной выставке Летать ему предстояло на истребителе МиГ-21 На малой высоте Константинов ввел аналог в перевернутый полет Делая все так, как на 21-м Но это была другая машина Со своими особенностями управления Летчик успел рвануть ручки катапультирования Но высоты для раскрытия парашюта не хватило Виктор Константинов погиб Что касается самого Ту-144 То в процессе доводки машины Ее чуть ли не полностью переделали В частности, изменили форму крыла Расположение двигателей В носовой части появились выдвижные балансировочные крылышки Судьба Ту-144 сложилась неудачно Две катастрофы Недоработанная силовая установка Другие организационные и технические проблемы Все это привело к прекращению его эксплуатации Но как бы то ни было Эта машина стала первым в мире Сверхзвуковым пассажирским авиалайнером И заняла достойное место в истории авиастроения Есть в этом заслуга и небольшого самолета-аналога Авиация и космонавтика Точек соприкосновения у этих двух областей науки и техники достаточно много Есть даже известное выражение Авиация – колыбель космонавтики Авиация – колыбель космонавтики Физически полеты в космосе и в земной атмосфере Два совершенно разных процесса Но в их основе лежит одно желание Желание человека – летать История самолетов, так или иначе задействованных в космических программах, многогранна Одной из главных задач при освоении космоса Стало изучение влияния невесомости на организм человека И на его работоспособность Изначально для экспериментов привлекли двухместный учебно-тренировочный вариант Истребителя МиГ-15 Для создания невесомости он совершал полет по специальной параболической траектории При этом действие невесомости могло длиться до 38 секунд Испытуемого человека обклеивали датчиками А их показания фиксировались контрольно-записывающей аппаратурой Это позволило изучить, как меняется дыхание и сердцебиение человека Проверили влияние невесомости и на координацию движений Не оставили без внимания и чисто бытовые проблемы В кабине истребителя оказалось возможным проверить особенности приема воды и пищи Летчиком-космонавтом В условиях невесомости напиться будет не очень просто, но все же можно В дальнейшем для этих целей стали использовать пассажирский самолет Ту-104 Его салон был несравнимо больше кабины истребителя Что позволяло в полной мере ощутить все прелести невесомости Здесь будущие космонавты приобретали навыки работы внеземного притяжения Например, на борту летающей лаборатории Алексей Леонов и Павел Беляев Проходили тренировку по выходу в открытый космос Самолет использовали и в рамках советской лунной программы Как известно, на Луне притяжение в шесть раз меньше земного Первое десятилетие освоения космоса шло на фоне глобального противостояния СССР и США Холодная война заставляла участников этой гонки Искать новые способы превосходства над противником На тот момент космические аппараты являлись одноразовыми На орбиту их выводили ракеты-носители После выполнения миссии экипажи и грузы возвращались на землю в спускаемых аппаратах Для определенных целей этого вполне хватало Альтернативой такому методу могли стать воздушно-космические самолеты В 65-м году в ОКБ «Микояна» приступили к разработке системы, которая получила название «Спираль» Руководителем проекта назначили Глеба Лозина Лозинского Система включала в себя самолет-разгонщик Одноместный орбитальный самолет И ракетный ускоритель Расчетная масса составляла 115 тонн По замыслу разработчиков «Спираль» должна была работать следующим образом Гиперзвуковой самолет-разгонщик с экипажем из двух человек Разгонял систему до шести скоростей звука На высоте 30 км орбитальный самолет отделялся и с помощью ракетного ускорителя выходил на орбиту Тем временем разгонщик возвращался на аэродром Задачами орбитального самолета должны были стать разведка, перехват космических аппаратов противника И нанесение ракетных ударов по особо важным наземным и морским целям После выполнения задания орбитальный самолет возвращался на аэродром Шасси было лыжное, что обеспечивало посадку на грунтовые аэродромы Таким образом, важными особенностями «Спирали» являлись многоразовое использование и оперативность применения Систему решили создавать поэтапно Первым на повестке дня стоял орбитальный самолет Перед нами экспериментальный аппарат «Бор» Уменьшенная беспилотная копия будущего орбитального самолета Построили несколько таких моделей В первую очередь «Бор» был нужен для отработки процесса возвращения на Землю Основные работы проводили специалисты Летно-исследовательского института По теме «Спирали» было испытано семь «Боров» На этих аппаратах ставилась задача определения и уточнения аэродинамических характеристик изделия при входе в атмосферу Вы, наверное, видели, как метеориты входят в атмосферу, они просто-напросто сгорают Аппарат тоже мог сгореть Короче говоря, аппарату нужно было обеспечить такую теплозащиту Которая была способна выдержать температуры, которые при этом испытывает аппарат Аппарат при этом должен быть сориентирован определенным образом при входе в атмосферу То есть должен идти с определенным углом атаки Бор имел систему стабилизации и управления На борту размещалась аппаратура, с помощью которой фиксировались различные параметры Причем данные могли передаваться на Землю в режиме реального времени В космос Бор доставлялся ракетой На высоте 100-120 километров обтекатель раскрывался и аппарат отделялся от носителя После отделения аппарат стабилизировался и под определенным углом начинал снижение На конечном этапе полета в действие приводилась парашютная система спасения Первый бор был вообще-то деревянный и был предназначен для отработки самой системы в целом То есть бор был с самого начала невозвращаемым, скажем так Так как он был деревянный, естественно, при входе в атмосферу он потом сгорел А, значит, другие боры, на них уже стояла теплозащита Которая выдерживала те температуры, которые были на этом аппарате реализованы при входе На носике, естественно, это самое теплонапряженное место на носике Эта температура доходила до 1300-1400 градусов На нижней поверхности бора температуры были порядка, ну, несколько, чуть более тысяч 1100-1060, где-то вот так После завершения испытаний модели перешли к исследованиям на пилотируемом аналоге Его спроектировали в ОКБ «Микояна» За характерный внешний вид аппарат получил прозвище «Лапоть» Официальное название изделия 105-11 Для полета в космос аппарат не предназначался На нем исследовали устойчивость и управляемость на дозвуковых скоростях и отрабатывали посадку Первый полет на машине совершил летчик-испытатель АвиАрт Фастовец Произошло это 11 октября 1976 года На начальном этапе испытаний «Лапоть» выполнял полеты, взлетая с земли В последующем он поднимался в воздух с помощью бомбардировщика Ту-95 На высоте 5,5 километров «Лапоть» отделялся от носителя Летчик запускал турбореактивный двигатель, совершал полет и приземлялся На следующем аналоге предполагалось проводить испытания уже на сверхзвуке Для этих целей машину планировали оснастить ракетным ускорителем Но этим планам не суждено было сбыться В 80-м году программу «Спираль» закрыли А все силы бросили на создание космической системы многоразового использования энергия «Буран» Принципиальным отличием от «Спирали» было то, что многоразовый корабль выводился в космос не самолетом-разгонщиком, а ракетой-носителем Изменилось и назначение системы Помимо военного применения, ее предполагалось использовать и в транспортных целях «Буран» мог доставлять на орбиту груз массой 30 тонн И возвращать на Землю до 20 тонн полезной нагрузки Летные исследования по тематике «Бурана» шли уже по знакомой методике Сначала испытывались беспилотные модели «Бор» На этих кадрах аппарат «Бор-4» после успешного приводнения в Индийском океане На «Борах-4» решили испытывать штатную теплозащиту «Бурана» Нижняя поверхность, начиная от носка и до хвоста Во время полета на этой поверхности создавались такие же тепловые потоки И время их воздействия было примерно такое же, как на реальном «Буране» Был сделан носок из материала углерод-углерод Из такого же материала носок был установлен и на «Буране» И на нижней поверхности фюзеляжа, и на нижней поверхности консоли крыла Стояли штатные теплозащитные плитки То есть точности такие же, такого же размера, из такого же материала И точно так же они приклеивались, как они потом приклеивались и на «Буране» Плитки эти очень хрупкие Значит, плитку, в принципе, можно было разбить ударом, даже если по нему щелкнуть И нанести ей такой удар, что она могла треснуть Поэтому для сохранности всей этой теплозащиты И за тем, чтобы ее можно было потом осмотреть после полета Выбрали посадку как более безопасную не на сушу, а на воду А это уже «Бор-5» Как видим, по своей конфигурации он является уменьшенной моделью «Бурана» Ну, задача «Бора-5» — это уточнение аэродинамических характеристик орбитального корабля «Буран» Опять же, вот слово уточнение, почему? Потому что, естественно, аэродинамические характеристики получены И расчетным путем получены аэродинамические характеристики в аэродинамических трубах и так далее Но никогда нет, особенно когда первый полет идет, никогда нет стопроцентной гарантии того, что они абсолютно достоверны Важной темой летных испытаний стала отработка посадки «Бурана» Дело в том, что аппарат имел только двигатели орбитального маневрирования и управляющие двигатели Они не предназначались для полноценного полета в атмосфере В то же время установка двигателей для полета по-самолетному уменьшала полезную нагрузку и существенно усложняла конструкцию Поэтому 100-тонный «Буран» садился как планер, то есть в бездвигательном режиме Для отработки посадки привлекли летающие лаборатории, созданные на базе истребителя МиГ-25 и пассажирского Ту-154 В 154-м место второго пилота было оборудовано как в кабине орбитального самолета Следует отметить, что аэродинамическое качество, проще говоря, летучесть «Бурана» была ниже, чем у обычных самолетов Это потребовало соответствующим образом доработать летающие лаборатории Мало того, чтобы загрубить характеристики 154-го, уже на высоте 10-ти километров экипаж выпускал шасси и включал реверс тяги двигателей Основной задачей этих испытаний было научить «Буран» садиться в автоматическом режиме Всего на летающих лабораториях Ту-154 выполнили более 130 автоматических посадок Со временем к испытаниям подключили полноразмерный самолет-аналог Он имел обозначение БТС-002 БТС расшифровывается как «Большой транспортный самолет» Такое обозначение машина получила по соображениям секретности В отличие от «Бурана» на БТС установили 4 турбореактивных двигателя С их помощью машина взлетала и выходила в заданную точку для начала посадки Первый полет БТС-002 состоялся 10 ноября 1985 года Пилотировали аналог испытатели Летно-исследовательского института Игорь Волк и Римонтас Станкевичус Всего на БТС совершили 24 полета Причем в 16 из них посадка была выполнена в автоматическом режиме Именно так и сядет «Буран» после своего первого беспилотного космического полета Кстати, когда возник вопрос о том, как доставить элементы ракетно-космической системы на Байконур То решили использовать для этих целей специальный самолет Его построили в двух экземплярах на экспериментальном машиностроительном заводе имени Мясищева За основу взяли стратегический бомбардировщик 3М Удлинили фюзеляж, установили новое хвостовое оперение А в названии добавилась литера Т — транспортный Самолет 3МТ мог перевозить как сам орбитальный корабль Так и отдельные крупногабаритные части ракеты-носителя В дальнейшем для этих целей планировалось использовать гигант Ан-225 «Мария» Первый полет космической системы «Энергия Буран» состоялся 15 ноября 1988 года Обогнув два раза Землю, Буран благополучно приземлился на посадочную полосу космодрома Байконур На посадке автоматика корабля просчитала и парировала довольно сильные порывы ветра Отклонение от оси полосы составляло менее метра Так получилось, что первый полет Бурана стал для него последним Вскоре программу закрыли Мы оставим за скобками причины такого решения Это тема для отдельного рассказа Наш интерес лежит в другой области В течение нескольких десятилетий сотни, а то и тысячи специалистов Искали пути решения сложнейших задач И что важно, находили их Успешная посадка Бурана тому яркое подтверждение А накопленный опыт, безусловно, пригодится в будущем Главное, что все эти люди работали не зря Они работали, чтобы сделать неизвестное чуть-чуть ближе и понятнее Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok